В 2023 году заключили более 4 тысяч контрактов. В этом планируют подписать не менее 3 тысяч. Планы грандиозные, результаты впечатляющие. Подводя итоги 2023 года, мы отмечаем, что из 2,5 тысяч контрактов, которые мы уже успели оценить, больше 50%, порядка 1200 контрактов, это граждане, которые смогли не просто увеличить свой средний доход, а до момента заключения контракта он на них составлял порядка 13,5 тысяч рублей, и на момент окончания социального контракта среднедушевой доход уже составляет более 30 тысяч рублей. В первую очередь к помощи социального контракта на пути к своей карьерной мечте прибегают семьи с детьми. Весомые критерии – среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Если раньше мы применяли среднедушевой доход на ребенка, на пожилого гражданина, на родителей уже, как трудоспособного населения, то с 1 января у нас среднедушевой доход, он четкий для всех, и он составляет 13 573 рубля, и вот если семья с тремя детьми, например, к нам обращается за социальным контрактом, то достаточно умножить эту цифру на 5, и мы будем понимать, какой должен быть доход. Сегодня в области мерами социальной поддержки пользуются более 40 тысяч жителей. От бизнес-плана до успеха может быть всего один шаг. Благодаря социальному контракту свои мечты успели воплотить многие. 28-летняя Виолетта Фролова раньше была СММ-специалистом, вела довольно прибыльный бизнес, но для себя решила начать все сначала. Здравствуйте. Добрый день. Пойдемте. Не только бизнес-вумен, но и мама двух детей. Виолетта уверена, для творческих людей нет границ. Главное – найти свое призвание. Что в кондитерском деле меня привлекает. То есть ты изготовил какое-то изделие, человек попробовал ему вкусно, ему хорошо, тем более так, как у меня специфическая продукция, которую могут кушать и диабетики, и детки с аллергиями. То есть это сейчас вообще большая беда у меня у самой дети с аллергией. Поэтому я, как никто другой, знаю, как это важно. И вот когда получаешь эту обратную связь, это очень воодушевляет. Каждому клиенту свой индивидуальный подход, а в основе правильно подобранные, а главное – полезные ингредиенты. То есть это, если мы берем, у нас нет совершенно пшеничной муки, нет сахара, нет сливочного масла. То есть это максимально полезные продукты, которые не просто, как, например, есть там какие-то углеводы, ты съел сладости, все, а это именно полезные ингредиенты, которые ты прям покушал, и твой организм, он и насытился, и сытый надолго, он и витамины получил. Знание и стремление быть лучше в своем деле имеется, но этого для открытия своего дела недостаточно. Нужен полноценный цех со всем оборудованием. Когда я решилась открывать цех, естественно, на данный момент, на тот момент у меня не было никаких накоплений каких-то, и хотелось в то же время развиваться, в зависимости от того, какой человек хочет открыть бизнес. Виолетта планирует не только печь торты по индивидуальным заказам, но и поставлять свою продукцию в кофейне. Екатерина Горбачева, Алексей Юферев, репортер 73.